здравствуйте на канале это он тв программа тема дня сегодня веду я михаил горин завершившиеся в россии парламентские выборы продолжают оставаться в центре внимания их комментируют не только в россии но и во всем мире где не спадает интерес происходящему в россии с нами на связи из москвы историки политолог валерий соловей здравствуйте валерий здравствуйте михаил валерий вот и читая различные рецензии если можно так выразиться на завершившиеся выборы я выловил несколько повторяющихся фраз независимо от того кто был автором этих публикаций это то что выборы скучными рутинными неинтересными и предсказуемыми вы согласны с такой оценкой согласен но не до конца никто не сомневался в победе единой россии но мало кто мог предположить что единая россия победит столь исключительно это первое второе явка была очень низкой думаю что реальная явка была ниже объявлены процентов на 10 8 10 процентов что беспрецедентно низко для россии в том числе для столицы москвы и петербурга и третье что было абсолютно ниже нести для оппозиции либеральная позиция что она не получила ни одного места в парламенте это наделось получить хотя бы 5 6 мест ну и соответственно яблоко не набрало даже трех процентов и сейчас оппозиция себя чувствует как будто по ней проехал пульдозер пора на психологическое ощущение так что кое-что было все же неожиданно я возвращаюсь к вашим словам о том что победа единой россии была предсказуемой но все-таки никто не ожидал что она будет столь внушительной но связи с этим у меня такой вопрос если в 2011 году было повышение зарплат большие влияния в экономику повышение пенсий то то что люди голосовали за единую россию было вполне объяснимо и понятно сегодня ситуация с точностью до наоборот реальная жизнь ухудшается и тем не менее люди все равно идут и голосуют за единую россию чем это объяснить ну учитывая что явка была довольно низкой не так уж и много людей проголосовала за единую россию но те кто проголосовал если отбросить административно мобилизованный электорат то есть сотрудников разного рода муниципальных и бюджетных учреждений проголосовали потому что они боятся будущего они полагают что вот сейчас есть хоть какая-то стабильность а также может быть значительно хуже гораздо хуже и они хотят сохранить статус это страх это движущий мотив у которой вот на этими людьми пока что эта ситуация будет сохраняться еще какое-то время но судя по тем оценкам социологическим которые мне известны следующем году может произойти разворотом сознания что вы подразумеваете под разворотом общественного сознания на практике если сейчас люди или лояльной власти или как значительное большинство в россии предпочитает вообще никак не высказываться в следующем году вот это вот лояльность и абсинтеризм воздержание могут смениться нелояльностью а этот разворот может начаться именно в массовом сознании подчеркиваю не в политическом пока поведении но в массовом сознании я видел такие социологические оценки это качественная социология скажите пожалуйста речь идет о недовольстве политическом или экономическом скорее я бы сказал что это недовольство социально экономической ситуации поскольку население россии уже два года живет в ситуации довольно тяжелого кризиса и главное что у этого кризиса видно конца но мы нащупать не можем и с каждым месяцем становится все хуже доходы реальные доходы людей все время снижают терпение не бесконечно не стоит думать что русские будут терпеть бесконечно это не совсем так или даже совсем не так хорошо тогда такой вопрос в 2018 году предстоят президентские выборы все основные политологи сходятся во мнении социологи тоже сходятся во мнении что нынешний президент владимир путин скорее всего будет опять баллотироваться если вы говорите что по вашим оценкам и ощущениям которые подкреплены конкретным анализом будущий год может быть годом серьезных потрясений то как увязать эти два события ну во первых я сказал что не потрясений а сменой вектор общественного сознания во вторых вязать следующим образом скорее всего ну не наверняка но с высокой вероятностью президент могут состоять в марте или следующего года и 18 18 это первое второе не факт что именно владимир владимирович путин будет кандидатом власти на этих выборах это ваша личная оценка ситуации это это не это что касается досрочных выборов это оценка которая гуляет уже российском политическом бомонде уже с поздней весны этого года позавчера об этом уже публично заявил григорий алексеевич явлинский а что касается будут баллотироваться путин или нет есть основания они еще не вполне достоверно или точнее непонятно достоверность предполагать что возможно это будет другой кандидат у вас есть предположение кто это не факт есть несколько предположений но скажем одно из них это вызывает ощущение дежавю я не буду расшифровывать я думаю что ваши зрители подход хорошо тогда один наводящий все-таки вопрос в эту же тему я обещаю оставить среди возможных вероятных претендентов на этот пост называется фамилия нынешнего министра обороны господина шойгу я полагаю что это крайне маловероятно крайне маловероятно потому что не действующий президент не в широком смысле российская элита не хотели бы видеть шойгу президентом это первое второе не стоит преувеличивать волевое потенциал муральное качество этого славного тулинского парня они не столь высокие не столь значительных откажутся у него прекрасно поставленный пиар пиар служба министерства обороны лучшая пиар служба во всех российских правительственных ведомствах но это не означает что он соответствует репутации которые мы создали еще один вопрос в связи с обсуждаемой нами темой вы упомянули здесь григория явлинского который заявил что он тоже собирается поучаствовать в будущих президентских выборах как вы оцениваете его шансы и в связи с крахом который потерпела яблоко сейчас но у вашего вопроса все содержится ответ я думаю что григорий алексеевич может быть подумать о том чтобы сделать паузу если не подать в отставку с поста председателя по лидера партии он же отвечает за результаты яблока но уж по крайней мере подумать основательно подумать о том что вы клену заявлять о намерении баллотироваться президент в продолжении этого вопроса по результатам этих выборов можно ли вообще сегодня говорить о существовании в россии системной оппозиции вы знаете в россии то что на системной оппозиции коммунисты лдпр справедливая россия это на самом деле части партии власти просто их называют системной оппозиции но они партии власти они работают вместе со властью такие филиалы и работают для реализации основных целей власти что касается оппозиции находящийся вне парламента то она конечно же дезорганизована и главное на деморализован и как раз в этом смысле сейчас было бы очень выгодно начинать президентскую кампанию поскольку оппозиции неровным счетом ничего не готова предложить тогда последний вопрос который просто вытекает из предыдущего если вы правы в своих оценках по поводу того что будущие президентские выборы будут буквально там в течение полугода года и оппозиция практически не существует то можно ли предположить что назначены в кавычках может быть пока что кандидат не будет иметь никаких препятствий для того чтобы стать президентом а вот здесь как раз не совсем так понимаете здесь есть своеобразный продукт скажем власть считает может считать что сейчас ситуация как можно более благоприятна для проведения досрочных выборов но сами по себе досрочные выборы могут стать спусковой пружиной до триггером для начала каких-то очень серьезных изменений и в массовом сознании в политическом поведении это может быть совсем не тем оказаться совсем не тем чем сейчас кажется попытка проведена срочных выборов может спровоцировать изменение ситуации стране и у вас есть предположение как могут развиваться тогда эти события я бы сказал что у меня есть даже уверенность но с вашего позволения их пока не станет делиться потому что она носит вполне рациональный характер хорошо тогда если не возражаете мы вернемся к этому разговору через какое-то время вполне возможно что сегодняшние предположения как-то оформятся в более четкие выводы спасибо вам всего доброго спасибо вам всего хорошего до свидания напомню что с нами на связи из москвы был историки политолог валерий соловей всего доброго до свидания